Разрезать квадрат на тупоугольные треугольники. Сколько хочешь тупоугольных, их не очень много потребуется. Это значит, что в треугольнике есть угол, величина которого больше 90 градусов. Система та же самая, да? То есть, пожалуйста, я рисую вам квадратики. Если кто-то считает, что решил, выходите. Четение угла, они не могут быть все тупые. Смотрим теперь сюда. Эти тупые, так не бывает. Здесь вообще не треугольники. Здесь опять примыклы, а должны быть тупые. Господа, вот так, пожалуйста, никогда не делайте. Потому что вы пытаетесь за счет большого количества линий замастеровать ошибку. Я очень хорошо помню, у меня был один ученик, который несколько лет, учаясь в школе, писал чудовищно плохим почерком. Таким почерком, что, ну, фактически, учитель не мог его прочитать. А, между прочим, был очень талантливый мальчик. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Все мучились до слез, да, прочитать никто не может. Но при этом у него по вашему языку всегда была более пятерка. Потому что учительница говорила, ну да, 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 у него правильно. И вот в некоторый момент, прямо лишь с ним нормальные отношения, и, что называется, ради того, чтобы побороть эту вещь, мы взяли, сели с ним на целый час. И буквально по одной букве написали текст. Ну, какой-то из его учебников стандартный текст. И вдруг выяснилось, но он сделал огромное количество ошибок. Потому что просто учителя русского языка ленились все эти годы проверять его работу. А он это будет. Мне поставили большую оценку, потому что мою работу, ну, невозможно там по одной букве разбирать, то замечать, но меня пятерка. Вот, и прошло вот несколько лет такого режима, и потом вдруг выяснилось, что ему фактически, ну, здесь надо очень заново, ну, все эти правила, когда где какая буква, когда где какая запятая, потому что все время он просто получал пятерка за плохой полочек. Так, как получилось. Так, смотрим сюда. Ну, это, на самом деле, штука интересная. Жалко, что нарисовано вот так в углу, и это, наверное, многим плохо видно. Итак, вот взял так, провел такие линии, взял точку, и из нее три луча. Согласитесь, что эти углы могут быть тупыми, правильно? Да. Потому что 360 разделить на 3 – 120. Поэтому, в принципе, они могут быть, ну, может, какой-то больше, какой-то меньше, но пока противоречий нет. Действительно, такое, в принципе, возможно. Дальше. Дальше. Нарисовал тупой угол здесь. А с этим треугольником так же и сделал. То же самое под 120 градусов. Здесь то же самое нарисовал и тоже под 120 градусов. Господа, это решение. Да. Это решение. Замечательно. Сколько на этой картинке треугольников? Одинок. И вопрос. Кто-нибудь сумеет ли разрезать квадрат на 6 тупых? Раз. Провел диагональ. Дальше. Дальше. Так. Итак. Молодец. Все, все, все. Молодец. Да, 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 да. Вот. Спасибо. Все правильно. Ребята, на самом деле, точка, из которой все три вершины треугольника видны под 120 градусов, настолько часто встречается в геометрии, что у нее даже есть специальное название. Так. Точка Тор-Ри-Чел-Ли. Вы, может быть, слышали физику? Ну, на самом деле, математика тоже была. Он, ну, как он, занимался тем и тем. Тор-Ри-Чел-Ли. Иногда ее называют точкой Ферма Тор-Ри-Челли. Ферма – это тоже знаменитая математика. Так вот. Точка. Правда, я не доказал, что она существует. Понимаете? Я сказал, давайте нарисуем, чтобы там было 120 градусов. Но я не объяснил, а почему такая точка обязательно есть. Смотрите, сейчас будет строгое доказательство. В огромном количестве случаев картинка сама является доказательством. Да? Это ведь правда. Но! Почему я даже такие простые вещи стараюсь подробно и четко доказывать? Потому что всегда трудно отследить грани. потому что было легко, 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 легко. А в какой-то момент, ух ты, тяжело, я уже ничего не могу. Понимаете? Вот есть такие люди, которые простые вещи не учат. Потому что что их учить? Они простые. И зачем на это время тратить? Это все легко, очевидно. А сложные вещи они не учат. Почему? Потому что сложные. Какой смысл учить? Все равно ничего не поймешь сложные. И надо суметь сейчас, во время простого рассуждения, понять, ну, что такое углы и так далее. Итак, смотрите. Смотрите, что можно было в качестве строгоого доказательства. Я способен разделить угол половиной? Да. 45 и 45. Так? Да. Отлично. Если я хочу, чтобы здесь было 120, скажите, пожалуйста, сколько градусов будет там? Да. 15. И верно? 15. Сумма углов любого треугольника. Сколько градусов там? 180. Совершенно верно. Давайте я напомню. Вот если провести параллельно, то вот этот угол такой же, и вот эти два угла одинаковые, то это будет, конечно, одинаковые, и все вместе будет 180 градусов. А теперь внимание. Здесь будет 120, здесь 45. А там 15. А там 15. Давайте объясним, почему. Потому что 180 минус 120 минус 45 это? 15. 15. Так, господа, кто понимает на глазок, что такое 15 градусов для этого угла? Какая часть 15 от 45? Треть. Треть. Значит, надо делить не пополам, а примерно на три равные части. Вот примерно так, да? Провести. Ну и здесь синтетично тоже соедините. Господа, теперь я могу приспокойненько выписать все углы. 15, здесь 30, там, естественно, тоже 30. Здесь 15, здесь 120, 120, 120. Смотрите. Поехали. Дисклеймер. Не может... Впоследует... ... Дисклеймер- Похернические. Греем.